Всем привет! С вами Витик Вячеслав. И встречаем новую рубрику. Назовем ее «Диванный эксперт». Это тот случай, когда мне лень вставать и включать ноутбук. У меня под рукой телефон, и мне есть что вам сказать. Да, и для начала небольшой лайфхак. Он будет интересен прежде всего обладателям техники Apple, iPhone или iPad. В частности, я столкнулся с такой проблемой, где анализировать со Stockfish. В каком приложении. И поначалу я скачал с логотипом Stockfish программку. По-моему, это официальное издание. Но проблема в том, что в последний раз это приложение обновлялось больше 4 лет назад. И там внутри старенький Stockfish. Понятно, что с ним анализировать не Camilfo. Да, как я решил эту проблему. Я скачал другое приложение. Называется оно Smallfish. Вы можете скачать его в App Store. Да, и, собственно, в этой оболочке я вам сегодня и покажу дебютную бомбу. Партия была сыграна с классическим контролем. В Воронежском Open. Это давно было. Год я точно не помню. Возможно, где-то данный фрагмент уже мелькал на моих стримах. Или еще где-то. Но сегодня я вам покажу, наверное, более детальный анализ. Поделюсь какими-то своими мыслями. Итак, поехали. D4, D5. C4. C6. Конь С3. Конь F6. Е3. Е6. Конь F3. А6. Да, вот такой не самый популярный вариант. Но, тем не менее, уже довольно много партий сыграно на эту тему. Слон D3. B5. B3. Слон D6. 2-0. 2-0. Да. Но и вот здесь, если я задам вам вопрос, какой здесь ход вы считаете самым принципиальным, я думаю, многие из вас ответят, что это ход Е4. Собственно, я так и сыграл. Но здесь интересный факт. Потом, естественно, я посмотрел в базах партий. Е4 практически никто не играл. Ну, наверное, могу смело утверждать, что я, ну, возможно, один из первых, а может быть даже первый, кто применил данную новинку. Да, и, кстати говоря, после Е4, собственно, я понял, почему так не играли. Как снег наголову последовал ход Слон B4. Да, и здесь первые 5 минут я пребывал просто в шоке. Под боем Койн С3. И такое впечатление, что белые сразу проигрывают. Ну, понятно, что там на Ферз C2 или Слон B2 последует удар на С3. И здесь белые просто остаются без фигуры. Да, но вот встает вопрос, как играть. Да, но дело в том, что черные все-таки отстают в развитии. Черные преимущественно играли пешками. К тому же потратили два темпа и сыграли дважды одной фигурой. Но вот по логике не должно быть так все просто. И вот именно данное рассуждение помогло мне собраться и найти, ну, по сути, фасированный путь, который ведет к перевесу белых. Причем к ощутимому перевесу. Я сыграл Е5. Следует удар на С3. И здесь я сыграл Е5. Да, но дело в том, что я действительно продумал здесь, ну, как минимум полчаса, наверное, над расчетом всех вариантов. Вот, и, возможно, это смутило соперника. Он считал, что он поймал меня на дебютный вариант, что здесь я фасированно проигрываю. И здесь у него отключилось чувство самосохранения. Да, он смело сыграл слона А1. И этот ход уже фасированно проигрывает. Здесь черные еще могли держаться, сыграв Ж6. И приведу примерный вариант. Вариант движка слона А3, Б4 и ладья Ц1. Да, эта позиция тоже с перевесом у белых. Но здесь далеко не так все просто. И вся борьба еще впереди. Да, но вот после хода... Да, давайте вернемся. После хода ИФ последовал ход слона А1. И здесь уже следует типичная жертва. Пожалуй, самая популярная комбинация в шахматах. Следует ход слона А7 шаг. Да, здесь ученых выбор. Либо играть король А7, либо король А8. В партии соперник сыграл король А8. Но давайте, конечно, посмотрим, что последовало бы на король А7. Самый естественный ход. Следует типичный шаг на Ж5. Понятно, что после король Ж8 следует ход Ферзь А5. И черные фасированно получают мат в несколько ходов. Поэтому надо ходить на Ж6. И здесь тоже естественная Ферзь А4. Да, но вот Е5, наверное, здесь проигрывает сразу. Там шаг на Е6. И черные фасированно получают мат. Естественно, что надо рассматривать ход король Ф6. Здесь у белых несколько путей к победе. Но самое точное, наверное, это ход слона А3. Грозит страшный мат на А7. Грозит конь А7. Здесь, как сильнейший, это ход С5. Да, ну и после слона С5 черные все-таки несут большие материальные потери. Да, здесь оценка больше трех пешек. Но, кому интересно, подвигайте дальше. А я перехожу к следующему варианту. Также на слона А3, конечно, надо рассмотреть и ход Ладья А8. Здесь черные фасированно получают мат. Ферзь Ф4 шаг. Король Ж6. Ферзь Ф7 шаг. Король Ж5. Здесь самое точное, это слон С1. Слон возвращается. Король Х4. Здесь Ж3 тоже ведет к классическому мату. Но еще быстрее выигрывает ход Ферзь Ф3. Да, грозит мат на Х3. Поэтому, наверное, строго единственное, это ход Е5. Но здесь черные получают мат. Ж3. Король Х3. Ж4. Король Х4. И Ферзь Ж3 мат. Да, вот такой вот мог возникнуть вариант. Но всего этого не случилось. Соперник после хода слон Х7 сыграл Король Х8. Да, и здесь тоже я вам предлагаю найти сильнейшее продолжение. Сразу скажу, это не ход Конь Ж5. Сильнейший это ход Конь Е5. Да, Конь идет немножко по иному маршруту. Занимает идеальное центральное поле. Ну, понятно, что Король Х7 проигрывает из Ферзь Х5 шаг. Король Х8. И просто ФЖ. Да, здесь черные форсированно получают мат в несколько ходов. Да, но также давайте разберем, что может последовать еще. Ну, в партии соперник сыграл... Ну, понятно, что на Ж, там, на Ж или на Ферзь Ф6 тоже последует ход Ферзь Х5 со скорейшим матом. В партии соперник сыграл Конь Д7. Ну, и после Конь бьет Д7. Просто признал себя побежденным. Да, здесь варианты несложные. Черные форсированы проигрывают. На слон Д7 или Ферзь Д7 последует вновь ход Ферзь Х5. Ну, как бы с неизбежным матом. Да, ну, а на какой-то ход, допустим, Ж6, может последовать простой ход Ферзь Д2. Ферзь стремится на поле А6. И вновь черные беззащитные. Да, ну, такая вот дебютная катастрофа, которую потерпел мой соперник. Да, сразу скажу, повторюсь. Вот Е4 в данной позиции, ну, практически никто не играл. То есть, я был одним из первых. На мой взгляд, это самый принципиальный путь. Да, и не надо бояться хода слон Б4. Ну, кстати сказать, есть еще и ход Б4. Но здесь тоже белые играют Е5. И на БЦ у них, кстати, богатый выбор. Они могут сыграть и ЕФ. Что, наверное, даже объективно сильнейшее. Но даже ЕД здесь тоже должно привести к ощутимому перевесу. Да, ну, вот, к слову сказать, на ЕФ нельзя бить Ферзьем на Ф6. Из-за слон Ж5 и черные теряют Ферзя. Да, ну, вот такая вот дебютная бомба партии, имеющая, на мой взгляд, важное теоретическое значение. Хотя варианты не самые популярные. Да, я надеюсь, вам понравилась данная рубрика. Понравилась данная пример и дебютная катастрофа. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok